Привет, друзья! Я Александр Кушнарь на канале Ньюсейдер. Новая партия арсенала демократии прибыла в Украину. Сначала в субботу, а потом и в воскресенье в киевском аэропорту военно-транспортный самолет США выгрузили почти 200 тонн военной помощи для украинской армии. То, что такие транши поступают практически безостановочно, уже давно не новость, как не является новостью и их содержимое. Все те же джеврины, все те же боеприпасы, все тоже специализированное оборудование для вычисления вражеской артиллерии, все те же самые инструменты медицинской защиты и многое другое. В минувшие выходные, однако, к этому пакету, уже ставшему стандартом, добавилось кое-что новое, а именно, в украинскую столицу доставили легкий ручной одноразовый гранатомет, предназначенный для поражения укрепленных конструкций. Оружие такого типа ранее никогда не поставлялось украинцам. Его название говорит само за себя М141 Bunker Defeat Munition, то есть в буквальном смысле орудие для разгрома бункеров и зданий. Он эффективен против каменных и бетонных сверхпрочных стен, а также легко бронированной техники. Снаряд способен пробить до двух метров бетона, трех метров кирпича и пары метров мешков с песком, а также поражает легкую бронетехнику типа БМП-2 и различных видов БТР. Изначально этот инструмент был разработан как модификация многоцелевого штурмового оружия корпуса морской пехоты США, которое было призвано заполнить пустующую нишу в инвентаре военнослужащих, которым приходится вести бой в условиях тяжелых заграждений и массивных конструкций. М141 весит 7 килограмм, прост в использовании и функционирует в двух конфигурациях. Первое – это режим транспортировки, при котором пусковая установка имеет длину 81 сантиметр. Второе – это боевой режим, когда пусковая установка раскладывается на всю длину 140 сантиметров. Механизм действия снаряда зависит от характера препятствия, с которым он сталкивается. Это достигается благодаря детонатору в носовой части, который умеет различать твердые и мягкие цели. При столкновении с жесткими целями боеголовка взрывается сразу при ударе. Ну а на мягких объектах, таких как те же мешки с песком, детонация задерживается, пока снаряд не закапывается в цель. А затем, когда аэрозоль распыляется, она воспламеняется взрывным образом, что вызывает опять же разрушительный эффект. Итак, перед нами расходное средство для городских боев на дистанции до 300 метров с целью поражения пехоты противника в укрытиях. Газ, который распространяется боевой частью, заходит в любую щель и после подрыва выжигает там все живое. М141 в больших количествах поставляется американской армии с 1999 года и давно проявил себя как крайне эффективное орудие для борьбы с окопавшейся живой силой. В свое время телеканал CNN показывал, как рейнджеры армии США стреляют из М141 по укрепленному комплексу пещер, где укрылись террористы Талибана и Аль-Каиды. О том, что именно это оружие Пентагон решил на сей раз отправить украинцам, доказывает фотография, опубликованная Министерством обороны Соединенных Штатов. На фото, как уже известные нам джевелины, так и те самые гранатометы М141 в специальных упаковках. Тем самым Вашингтон посылает сигнал в первую очередь Кремлю, какую именно цену его войскам пришлось бы заплатить, решись они на большую войну против Украины. Таким образом, к настоящему моменту США, Великобритания, Эстония, Литва и Латвия уже передали или собираются передать в ближайшее время целый комплект летальных средств для оснащения хорошо подготовленной украинской пехоты, чтобы та могла вести бой в плотной городской застройке. Для поражения танков и любых других маневрирующих боевых машин на дальности до 3 километров украинской армии переданы уже почти тысяча ракет от джевелинов. Для поражения танков на дистанции до километра из закрытых помещений в городе украинская армия получила 2000 НЛО. Для поражения пехоты в укрытиях в городских боях украинская армия получила РПГМ-141. Для поражения вертолетов и низколетящих штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков вот-вот для украинской армии подоспеют стингеры. Для ведения разведки и ликвидации бронетехники и живой силы с воздуха украинская армия получает и еще получит десятки турецких барактаров. Список этого оборудования показывает, что НАТО усиливает возможность украинской армии вести бои в первую очередь именно в городах и лесисто-болотистой местности, где боевая техника России окажется наиболее уязвимой перед мотивированной украинской пехотой, вооруженной этими передовыми высокоточными западными инструментами. Около трех тысяч российских танков и БТРов, которые скопились сейчас возле украинской границы, будут встречены более чем тремя тысячами противотанковых снарядов только лишь от США и Британии, и это не считая противотанковые средства украинского производства. Для командования России это делает бессмысленной всякую наступательную операцию, нацеленную на захват непосредственно населенных пунктов Украины. И джевелины, и НЛО имеют практически стопроцентную эффективность. Это значит, что если не каждая первая, то уж во всяком случае каждое второе или точно каждое третье бронированное ударное средство, которое заедет со стороны России на украинскую землю, будет превращено в дымящийся металлолом. С такими неотвратимыми потерями столь осторожный автократ, как Владимир Путин, не рискнет пойти на проведение не только полномасштабной, но и даже локальной военной интервенции в Украину. Слово украинскому журналисту Юрию Бутусову, который, как всем известно, специализируется на военной тематике. Цитирую. «Очень впечатляет, что натовцы поставляют оружие день за днем и сами публикуют номенклатуру. НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал. Мы построили воздушный мост военных поставок Украине, и в случае начала боевых действий мы резко увеличим поставки вооружений по этому воздушному мосту», — пишет Бутусов, указывая, что даже в случае, если российские воска начнут бить по оборонным предприятиям и арсеналам Украины, боеприпасы в Украине не закончатся, поскольку Альянс продолжит поставлять эти боеприпасы Киеву в ходе боевых действий. Теперь это станет новым фактором оборонного планирования для Украины, а также обстоятельством, которое придется принимать в расчет Генштабу России. Важно и другое. Ленд-лист в пользу украинского государства уже начался, тогда как Путин пока лишь пугает и не решается на применение силы. Что это значит? Это значит, что как минимум украинская армия уже сейчас по своему военному потенциалу имеет превосходство над войсками оккупированного Донбасса. В случае, если бы Киев начал по намасштабную операцию по освобождению захваченных районов так, как это сделал в 2020 году тот же Азербайджан с применением беспилотников Байрактар, то так называемые ДНР и ЛНР пали бы в считанные недели, если не дни без полноценной помощи со стороны России. В украинском штабе пока нет планов по вытеснению боевиков и стоящих за их спинами российских военных из Донецкой и Луганской областей. Однако сама по себе имеющаяся у Киева возможность ударить по оккупантам Донбасса будет оказывать на Кремль и его марионеток на оккупированных территориях давление, которое Киев сможет конвертировать в политическую валюту на переговорах любого уровня. Ведь известно, что любая дипломатия это всегда стоящая за ней военная сила, без которой любые документы о мире вроде Минских договоренностей превращаются в свою противоположность, в документы о приглашении агрессора к военной атаке. Теперь, когда российский режим получил симметричный ответ на стягивание стотысячного контингента в виде передачи Украине вооружений для обороны на земле и в воздухе, вот те самые минские соглашения, напротив, превращаются из инструмента давления со стороны Кремля на Украину в способ сделать его более сговорчивым. В конце концов, Минск-2 это всего лишь клочок бумаги, а войны выигрываются не бумагой, а пулями и снарядами. С точки зрения гражданской общественности Украины, да и с точки зрения рационального анализа вообще, Минск-2 всегда считался в конечном счете актом капитуляции Киева, который навязала Москва Украине при фактической поддержке со стороны Берлина и Парижа. Тем не менее, надо помнить, что истинный подоплека этого документа отнюдь не в содержании его пунктов, а в порядке их исполнения. Таково своеобразное окно, которое оставляло сторонам свободу толкования минских договоренностей. Киев и его западные союзники всегда настаивали на том, что Минск-2 надо понимать так. Сначала перед проведением выборов на Донбассе боевики в Ордло должны сложить оружие, а Россия должна передать контроль над границей на востоке Украины центральному украинскому правительству. Российские власти трактовали документ всегда иначе. Сначала выборы, потом остальное, если Москва вообще сподобится. С одной стороны, Москве так и не удалось навязать цивилизованному миру свое видение Минска-2. Выборы так и не проведены, а санкции, привязанные к Минску-2, продолжают действовать против российского режима, превращая минские договоренности в капкан для агрессора. С другой стороны, на протяжении всех семи лет действия второго Минского соглашения путинская администрация шантажировала мир именно тем, что в случае отказа Киева исполнять российскую трактовку Минска-2, Россия оставляет за собой право применить силу со ссылкой на то, что Украина, мол, в принципе отказывается от мирных договоренностей. В последние месяцы именно такие угрозы прямо артикулировались кремлевскими чиновниками, а базировались эти угрозы как раз таки на превосходящей военной силе Кремля. Когда стало ясно, что на Донбасском направлении у украинцев появился паритет с российской стороной, Москва вынуждена была привлечь фактически все свое боеспособное войско, а точнее то, которое она хотела бы выдать за боеспособное. После открытия того самого воздушного моста НАТО Украина, Путин начинает терять и это преимущество, которое обеспечивает ему масштабная сила по периметру украинских границ. Однако результатом такого беспрецедентного ленд-лиза в адрес Киева со стороны стран Запада стало еще одно важное достижение украинской стороны. Теперь она может говорить с позиции силы хоть в рамках Минска-2, хоть в рамках нормандских переговоров, хоть в любом другом формате. В то же время Путин, авторитарный лидер отнюдь не гитлеровского типа. Он вовсе не желает открыто и официально пачкаться в крови. Но если уж приходится, то начинает действовать в духе «нас там нет», либо в крайнем случае ссылается на добровольцев, якобы идущих в район боевых действий по зову сердца, страдающего об уязвленном русскоязычном населении. Вот почему большая война со стороны Путина не слишком вероятна. Ее просто невозможно было бы объявить добровольчеством. Зато ограниченное наступление где-нибудь на восточном направлении Украины вполне можно было бы выдать за новое восстание местных трактористов и шахтеров, которые замечтали о жизни в Малороссии. Однако теперь и эта карта бита. Любая попытка Кремля расширить зону контроля на востоке Украины, выдав ее за действие недовольных Украины сантехников и сварщиков, натолкнется на тот самый арсенал демократии, которым страны западного альянса усиленно пополняют военные склады украинской армии. Достаточно сказать, что общее число бронетехники, находящиеся сейчас на вооружении УЛДНР, едва ли превышает 700 единиц. Это больше, чем у некоторых европейских армий, но это в пять раз меньше, чем тех же противотанковых орудий США и Британии, имеющихся на вооружении украинской армии. Все это происходит на фоне объявления Североатлантическим альянсам и конкретным Пентагоном о военном усилении в Европе. Такое решение НАТО, а также его политическая, военная и финансовая поддержка в адрес Киева, повышает моральный дух и укрепляет консолидацию проевропейских сил внутри Украины. С другой стороны, это наносит удар по репутации Путина как тирана, способного принуждать мир к выполнению его ультиматумов. Конкурирующие внутри России кланы уже чувствуют, что Путин надломлен. Наступательные заявления Кадырова и растерянное молчание в Кремле это то, что подчеркивает, что внешнее политическое поражение Путина трансформируется в его внутреннее ослабление, а ведь это только начало утраты Путиным образа гаранта интересов бенефициаров его режима. Голодные псы уже чуют первые капли крови. Теперь у Путина два варианта. Либо немедленно доказать, что с ним все еще считаются в мире и совершить рискованный рывок, который может закончиться разгромом Путина. Либо продолжать создавать декорации угроз и переговоров, которые, конечно, будут восприняты всеми и за пределами России внутри нее как признак отступления Путина и даже его трусости. Обе дороги введут в ад. Какую из этих дорог в ад выберет Путин? Мы продолжим следить за этими событиями. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. При желании можете поддержать нас через платформу Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. Благодаря вашей поддержке мы делаем эти материалы, повышаем их качество и имеем возможность оперативно реагировать на увеличивающийся поток политических событий. До скорых встреч!